друзья всем привет на канале candy inside 1 июля день канады сегодня и я оказался в городе хамилтон до многим кто меня смотрит уже многие года могут увидеть знакомые очертания мы находимся в городе хамилтон на горе сегодня мы прокатимся я вам покажу как живет летний город а тема нашего сегодняшнего видео это так ли хорошо на самом деле жить в канаде потому что очень много вопросов ко не прилетает а как вы тут живете как здесь жить здесь вы все тут рабы вообще канада хуже чем сша эти сша вам это канада нужна европа почему люди уезжают из канады об этом обо всем мы поговорим данном выпуске пожалуйста пишите на канал candy inside лайк колокольчик комментарий оставляйте этому видео погнали итак друзья первое это европа лучше канады не едь в канаду оставайтесь лучше в европе я немножко хочу поспорить потому что что значит лучше да вот в каких аспектах европа лучше у меня нет жизни 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 в европе и опыта жизни в европе у кого есть пожалуйста напишите чем все таки европа приглядывается больше по мне в канаду во первых легче эмигрирует чем в европу то есть вам тут легче легализоваться раз во вторых в канаде вы будете чувствовать себя в своей тарелке то есть тут кучка мун и вы себя здесь найдете адаптацию вас будет проходить гораздо легче это чисто мое мнение нежели чем европа напишите пожалуйста если я не прав далее ценники ценники в канаде космические да я полностью согласен я не буду отрицать что ценник в канаде космические особенность чувства в больших города за последние года все выросло и выросли цены на жилье выросли цены на автомобили на гросс и это продукт питания да то есть если там три года назад мы тратили 500 550 долларов на продукт питания сейчас тратим примерно 800 долларов где те же продукты питания ничего больше мы не покупаем да согласен до согласен ценник поднялся но канада опять же не ограничивается большими городами такими как торонто и ванкувер есть куча маленьких городов где дешевле например страховки на машину где дешевле аренды жилья на чем-то вы сможете сэкономить на торонто и ванкувере ничто не останавливается изучайте другие города если эмигрируйте считать свой бюджет и эмигрируйте другие города в целом скажу так то что ценник конечно за последние года он очень резко вырос а другой меня вопрос к вам а он других странах не вырос разве но разве в европе цены остались такие же мне кажется что ценник вырос везде сожалению далее канадцы очень плохие по менталитету что значит канадцы очень плохие по менталитету ребят у канадцев менталитет он не похож на менталитет людей из бывшего советского союза да он абсолютно другой я уже делал выпуск про менталитет канадцев где рассказал главные моменты различия от нас на пожалуйста не посмотрел посмотрите вот это видео в общем вновить у меня на канале примерно полгода назад я выпускал это видео и вы поймете но могу сказать точно то что ко всему можно привыкнуть до менталитет менталитету розни как я уже сказал то что здесь канада состоит из иммигрантов и у каждого свой свой именно какой-то конкретный менталитет и свои какие-то особенности со всеми можно ужиться прижиться например у меня никогда не было там проблем на работе не в обществе но не так далее у меня и вообще никаких проблем никогда не было со всеми канадцами я убживаюсь далее вы тут рабы вы работаете платите налоги только работой налоги канада вас заинтересована просто высосать ваши соки вы тут жизни видеть не будете я полностью с соглашусь то что работают здесь очень по многу да но давайте вы представьте ситуацию вы иммигрировали в новую страну вас ограниченный бюджет до от хорошей жизни человек как правило не едет за иммиграцию он едет значит ему что-то в его стране недостаточно он приезжает в канаду у него ограниченный бюджет нужно как-то деньги забивать да ценник здесь как я уже сказал повысился и нужно работать до с переработками а что делать а где не надо работать именно напишите где не надо работать пожалуйста есть категория людей определенная которого наверно может не работать но их очень малое количество в основном в канаду приезжают люди и в рано или поздно через там пару недель пару месяцев им нужно работать забивать деньги как-то жить платить свои счета и так далее это не только в канаде мне кажется это еще и в других странах такое далее какие реальные зарплаты в канаде я недавно смотрел блоггерам она выпустила видео пару лет назад девочка из винсера ходил и рассказал про канаду да то есть тут вот заводик но на заводе работают простые обычные разнорабочие не переживайте они зарабатывают 35 40 долларов в час на обычном заводе да я всем говорю ребят когда мне пишут вопросы касающиеся зарплаты уточняйте уже куча веб-сайтов да зайдите на один на второй на третий там есть средние зарплаты по вашей специальности не верьте вы блогерам а зайдите посмотрите информацию я могу среднем сказать то что в канаде человек с образованием с образованием если работает на полную ставку в компании то зарабатывать в среднем 55 60 тысяч долларов опять же от специальности специальности все разница есть специальности где 60 тысяч это стартовая цена через пару лет вы будете зарабатывать 80 90 и даже больше да но опять же среднюю такой вот средний заработок по стране это 55-60 тысяч долларов в год на одного человека со специальностью есть у него есть специальность просто разнорабочим такие деньги заработать достаточно сложно если только переработки не брать потом 20 часов в неделю далее в канаде очень сложно лицензироваться в других странах такой проблемы нет не нужны лицензии я могу приехать там куда-то и работать электриком без лицензии в канаде здесь все сложно все сложно да я полностью согласен что система немножко другая называемые трейдс да это высококвалифицированной специальности electric сантехник механик там куча других специальности вы можете зайти на сайт trade dot сей по моему либо dot com и посмотреть и специальности входит входит в этот список и на какие нужно получать лицензии и какие условия на получение лицензии да у например вот электриком вы так просто не станете но если у вас есть опыт электрика в вашей стране вы можете его задекларировать по моему то ли 8 или 9 тысяч часов наработки нужно как ученик если у вас эта наработка есть в вашей стране то вы в канаду приезжаете устраиваете как помощником электрика записывайтесь на экзамен даете им ваши данные и экзаменатор если оценивает что ваш опыт он квалифицируется и вы задаете на лицензию у вас есть шанс получить лицензию буквально через там пару месяцев после приезда в канаду но в некоторых случаях этого нельзя сделать дать например опыт вас не квалифицируется ли у вас недостаточного опыта есть например опыт там 4000 часов а нужно восемь то есть вам еще 4000 часов здесь надо на работе в канаде уже как учеником и только после этого подаваться на лицензии да лицензии здесь сложно сделать но зарплаты таких специалистов они очень очень высокие очень много мне пишут саш помоги пожалуйста в иммиграции я обычно отвечаю знаете вот ни один блогер вам в иммиграции не поможет блогеры могут вам дать информацию которую вы можете для себя взять полезное не полезно какую-то информацию вы можете отсечь да но блогеры вам за вас ничего оформлять не будут я скажу так то что если вы не можете разобраться в вашей ситуации если вы не понимаете как вообще мигрирует в канаду какие здесь программы по какой программе вам лучше идти вам лучше обратиться к специалисту я настоятельно рекомендую специалистов либо адвокатов либо консультантов миграционных и обязательно чтобы они были слез лицензии до чтобы была лицензия составьте список вопросов которые у вас есть запишите на консультацию это стоит денег да это стоит денег но ничего бесплатного не бывает ни один блогер никто вам бесплатно за вас ничего делать не будет специалисты такого рода как иммиграционные консультанты они годами учились сдавали на лицензию получали свои лицензии естественно они будут требуется вас денег это их работа это их хлеб и ничего в этом такого я не вижу да так что друзья обращайтесь к специалистам специалист поможет разобраться в вашей ситуации раз во вторых специалист поможет элиминировать исключить ошибки которые при заполнении анкет потому что куча анкет придется заполнить анкеты на английском языке либо на французском да и если вы ошибетесь сделать небольшую ошибку сами отправьте все документы на рассмотрение то вам могут сделать откаст из-за того что вы ошиблись адвокаты консультанты они помогут вам избежать следующие друзья почему люди покидают канаду почему люди уезжают из канады я но мое мнение канаде нужно готовиться и готовиться нужно очень тщательно смотреть читать в различные форумы смотреть как тут живется морально подготавливается к канаде и финансово подготавливать себя к канаде потому что финансово поддержка здесь очень нужна до финансово ваша способность платить потому что вот вы приезжаете в канаду даже вот банально вам нужно что-то арендовать если вы найдете помесячную оплату аренду то вам очень сильно повезло повезло значит но в основном если вы едете в большой город то скорее всего вам вас попросит заплатить за полгода вперед либо за год вперед потому что у вас нет кредитной истории не кредитного рейтинга вы для канады неизвестный человек и арендодатель вам неохотно будет давать жилье то есть финансы то есть нужны во первых финансы во вторых подготовленность моральная я очень смотрю разных блогеров да и я уехал обратно в европу из канады потому что в канаде я увидел мальчика с мальчиком целующихся я говорю и чё это причина уезда в европа разве во многих стран европейского союза не так окей другой блогер приводит пример ой тут пахнет травкой ну ребят здесь извиняюсь но можно свободно купить все в магазине то есть без всяких проблем на закон на государственном уровне то есть к этому вы должны быть готовы вы должны читать должны быть готовы что здесь будет немножко не так как вашей стороне да и я считаю что что уезжают люди из банальной неподготовленности они не серьезно относятся к иммиграции недостаточно подготовлены финансово недостаточно морально подготовлены к тому через чем им придется здесь столкнуться почему канада а не сша вот сша чё хуже чем канада я смотрите мое мнение есть три таких больших минусов сша первое это канада выигрывает по количеству программ на иммиграцию нежели чем сша в сша их гораздо меньше на иммиграцию 7 иммигрировать сша гораздо сложнее это раз во вторых всеобщая безопасность и во многих штатах соединенных штатов америки разрешено свободное ношение оружия покупка и ношения соответственно уровень криминала там выше чем в канаде если брать с процентной ставки он выше канада сейчас на 2023 год тоже неспокойно в больших городах в торонто в ванкувере в беке у нас тут тоже происходит своего рода различные трагические трагичные случаи да он в том году группа подростков девочки 16-14 лет в торонто просто какого-то мужчину ножами запарали до смерти ну что происходит я вообще не знаю другой взял винтовку и в воне город вон это там 10 километров торонто на север пошел в кондо и там убил по моему человек 5-6 не помню уже сколько но тоже был был были такие случаи тоже случается да но количество преступности количество угроз вашей для жизни мне кажется сша больше чем в канаде это 2 3 глобальный такой момент это медицина в канаде государственная медицина провинциальная у каждой провинции есть своя свои insurance страховые да например в антарио это охип который покрывает вам базовое базовое лечение спасет вас от критических ситуаций вы оплатить вам операции и так далее сша если у вас нет страховки то у вас большие проблемы вы можете просто за один визит врачу в emergency room да если у вас там что-то с вами случилось отдать несколько тысяч долларов за сутки и это не передел а так в целом сша очень неплохая страна мне кажется что в сша гораздо дешевле жить чем в канаде уровень жизни там мне кажется выше чем канадцев раз очень много южных штатов то есть вам не надо будет переезжать многие здесь переезжают там соскачеван да где шесть месяцев зима там очень много штатов расположено к очень хорошей погоде в этом плане конечно тоже сша выигрывает но и работа даты зарабатывать сша больше чем в канаде естественно и последние друзья кому в канаде живется хорошо я обычно отвечаю пенсионерам и очень высок квалифицированным специалистам хочу немножко поправить да не пенсионерам а тем кто приехал сюда 20-30 лет назад людям да кто приезжает приезжал сюда 20-30 лет назад даже 10 даже вот 6-7 лет назад была другая ситуация с жильем например на покупку жилья чем нежели сейчас дата сейчас все подорожало в во всех городах мы тоже думали про ну инграцию в разные города рассматриваем калгари и тоже смотрим ценник там повысится конечно не как в торонто да в торонто просто космос но опять же кто успел там 10 лет назад 20 лет назад купить себе жилье за приемлемые деньги и уже его выплатить у тем живется здесь хорошо либо высок квалифицированным специалистам чтобы зарабатывать от 100 тысяч долларов и выше тем тоже здесь живется хорошо на спросите а что другими здесь дорога нет дороги нет совсем да нет друзья дорога есть вы просто должны понять да свой бюджет да в каком бюджете вы живете да хватит ли вам тех денег которые вы зарабатываете можно работать на минималку если там приезжать всей семьей и каждый работать за минималку в принципе тоже можно жить да но позволять себе можно гораздо меньше нежели чем работать на более высокой лифицированной работе ничего о чем я говорю это все-таки тривиальная вещь которую вы все знаете друзья всем хорошего настроения надеюсь видео вам понравилось пишите комментарии этом видео потому что я мог где-то ошибиться где-то что-то не досказать если вам есть что добавить пожалуйста пишите всем хорошего настроения увидимся через неделю пока